Компания TCL очень удобно устроилась, для молодежной аудитории у них есть бренд Alcatel, в котором они могут экспериментировать как их душе угодно, а вот для солидных господ они заимели себе бренд Blackberry. Многие фанаты запереживали после того, как китайцы вышли в магазин и купили себе ежевики, что бренд обречен и поначалу у них был повод попереживать. Первым смартфоном Blackberry под крылом TCL был фактически перелистанный Alcatel, но вот у меня в руках Blackberry KeyOne и я могу вам с уверенностью сказать, что та самая ежевика все еще с нами. Впрочем, разработка этой модели началась до приобретения компании, но не испортилишь, это главное. Внешне видоустройство очень солиден, прямые углы, активное применение алюминия в конструкции и даже задняя спинка выполнена из какого-то фактурного прорезиненного пластика, тут явно не для удешевления, а для практичности. Отдельной строкой отмечу наличие любимого мною за его удобство и универсальность USB-C. Были подозрения на стереодинамики, но они не оправдались, динамик тут один, но звучит громко и чисто. Материалы, сборка, все это внушает уверенность в том, что смартфон надежный, не подведет и прослужит верой и правдой не один год. Единственное слабое место это клавиатура из глянцевого пластика, вот на ней царапины вполне могут появиться. Что касается ее удобства, да, на ней приятно печатать, да, она не особо люфтит, да, в пробел встроен сканер отпечатка пальцев, одно лишь беспокоит. Не знаю правда, как много еще осталось фанатов физической клавиатуры, но думаю они есть, просто я не очень много общаюсь с людьми этого возраста. Лично мне было довольно сложно и непривычно набирать текст на механической клавиатуре такого размера, но вот управлять смартфоном при ее помощи, не прикасаясь к экрану и тем самым не закрывая его содержимое очень понравилось. Все дело в том, что вся клавиатура это фактический трекпад, перемещением пальцем по ней влево-вправо можно переключаться между рабочими столами, двигая палец вверх либо вниз, скроллить страницы в браузере и так далее. Фишка с трекпадом очень толковая, но кроме этого каждую клавишу можно запрограммировать под открытие того или иного приложения. Зажимаем F, запускается Facebook, TED, Twitter, впрочем нет, для пользователей в BlackBerry будет актуальна только буква F. Несмотря на наличие физической клавиатуры, по размерам KeyOne не сильно отличается от типичного 5,5 дюймового смартфона. Правда никакой магии в этом нет, тут установлен IPS экран с нетипичным соотношением сторон 2 к 3, с диагональю всего 4,5 дюйма, зато разрешением 1620 на 1080 точек, что дает PPI аж 433. Экран явно хорош и это заметно даже в условиях тестового стенда, железо среднее, но вполне достаточное как по мне для деловых людей, без избытка так сказать. Snapdragon 625 с памятью и классическое соотношение 3 гигабайт оперативки на 32 гига хранилища, есть поддержка microSD карты. Батарея тут на 3505 мАч и благодаря 625 дракону плюс довольно скромные диагонали дисплея KeyOne сможет без труда продержаться 2-3 дня. Ну и если вдруг бежите навстречу, а телефон почти разряжен, вопрос решит быстрая зарядка, до 50% за 36 минут. Операционная система Android 7.1 с целой кучей предустановленных сервисов BlackBerry, которые вам нужны, если вы понимаете о чем я, либо не нужны, если вы о них слышите первый раз. Так как ничто человеческое менеджерам и корпоративным людям не чуждо, новинку оснастили довольно не стыдным набором камер. 12 мегапиксельный сенсор Sony IMX 378 со светосилой 2.0 и фазовой системой фокусировки. Неплохой вариант для провокативных фоточек с тусовки топ-менеджмента. Селфи камера при встрече с бигбоссом тоже не спасует. 8 мегапикселей вполне достаточно для фотографий в офисном вестнике и не только. Есть даже запись видео в 4К, тут уж сами разберетесь, где его применить. BlackBerry Q1 произвел на меня очень приятное впечатление. Да, я понимаю, что этот смартфон не для меня, но я также понимаю, что это очень качественный и продуманный смартфон, который совершенно точно оценит его аудитория. Кстати, TCL до конца не знает, что делать с брендом. То ли выпускать подобные девайсы с клавиатурой, то ли просто рестайлерить топовые алкотели. Надеюсь, они все же выберут первый вариант и, возможно, именно от вашего локотека. Лайка и зависит судьба ежевички. Так что давайте немедлите, быстро его ставьте, чтобы китайские боссы увидели, что людям все еще интересны такие смартфоны.